Тема. У нас в гостях Олег Львович Кусков, член-корреспондент Российской Академии Наук, как раз специалист во всем этом вопросе, в том числе геологии Солнечной Системы. Олег Львович, вот какие перспективы в изучении геологии Солнечной Системы и как это прольёт свет на прошлое нашей планеты замечательной? Перспективы, конечно, существуют, но, может быть, несколько слов к вашей преамбуле. Специалист в области геологии Солнечной Системы. Но Земля – это элемент Солнечной Системы. Земля – безусловно элемент. Вы геохимик. Одна из, пожалуй, сейчас таких наиболее востребованных профессий – это как раз специалисты в области геологии и даже биологии Солнечной Системы. Даже биологии. Да, может быть, уместно сказать, что вообще в середине 19-го, 20-го века был прорыв в области изучения то, что называется внутренней части Солнечной Системы. В 60-х годах были первые советские аппараты, заброшенные на Луну, был луноход, чрезвычайно сложные конструкции аппарат, который в совершенстве, так сказать, выполнил свою миссию. И в итоге были доставлены образцы лунного грунта, были они доставлены в Институт геохимии, аналитической химии Мивернацкого, представителем Коева я являюсь. И это была, можно сказать, первая эра изучения вещества, внеземного вещества. До этого были известны только метеориты. Что такое метеориты? Это, конечно, так сказать, какие-то строительные кирпичики всех планет, но всё-таки это не вещество планет. Поэтому образцы лунного грунта были чрезвычайно полезны. Простите, позволю себе не согласиться. Как же есть так называемые лунные метеориты и марсианские метеориты, которые явно попали к нам на Землю после того, как что-то там случилось на Луне и Марсе, упал, например, астероид? Да, это правильно. И потом ещё есть такие, как называют, паласовые железы, которые, видимо, элементы как-то оливинового пояса, какой-то планеты разрушившиеся. Вы столько вопросов задали. Да, паласи-то есть такие же железо-каменные метеориты, но они не были продуктом разрушения той планеты, о которой вы говорите. Хотя была такая гипотеза, и в умах людей существовала планета Фаэтон, которая была разорвана. Доказательства этому не найдены. А в отношении метеоритов и лунных, и марсианских, сейчас их находят, и находят в великом множестве. И, конечно, они тоже очень сильно способствуют изучению планетарного вещества. Но взять кусочек вещества с планеты, это, в общем, в разных местах и в больших количествах, это совершенно другая задача. Я думаю, что было бы уместно сказать, что в октябре этого года, то есть буквально завтра... 2009-го. Да, буквально, так сказать, завтра стартует космический аппарат Фобос-Грунт. Российский проект Фобос-Грунт, который будет совершать полет к Марсу, и затем предполагается его мягкая посадка на Фобос. Фобос – это спутник, у Марса два спутника, они маленькие, Фобос и Деймос. Страх и ужас. Страх и ужас. Поперечник его, там, грубо, 20 километров, Фобоса. Что это за спутник, совершенно неизвестно, и аппарат сядет на поверхность спутника, у него есть некая, значит, такая буровая маленькая установочка, он запустит туда бур, возьмет образец этого грунта, поместит в специальную капсулу, и поскольку Фобос – маленькое существо, то сила притяжения у него тоже маленькая. Можно, значит, возвратить вот эту, так сказать, капсулу возвратным образом снова на Землю и изучать уже в лабораторных условиях. Так это, получается, впервые человечество из такой дали космической привезет на Землю образцы. И это, конечно, все надеются, что, так сказать, это произойдет, и миссия будет успешной. До этого были неуспешные миссии, советские миссии к Марсу все были неуспешные. Да, это прям как заколдован. Марс 96, Марс 97, да, это была вот такая, значит, неудача. Американские исследователи без конца исследуют Марс, но образцы с Марса привезти пока не удается из-за сильной, ну, из-за большой силы тяжести. Вот Фобос, так сказать, в этом смысле, конечно, очень интересный. И что это за вещество? Там есть всякого рода слова Альбедо, это темное вещество. Можно вообще полагать, что этот Фобос сформировался 4,5 миллиарда лет назад. То есть вот это такое первичное вещество. Ну и подержать его в руках. Это то, из чего когда-то формировались планеты Солнечной системы? Ну, предположительно, да, точно это очень трудно, так сказать, сказать, а в общем, это вот некое вещество, которое могло быть строительным кирпичиком, строительным блоком вещества планет земной группы. Темное вещество, это, видимо, как это называется, углистые хондриты. Это вещество, которое, так сказать, по Альбедо, то есть по отражаемости света, близко к веществу углистых хондритов. То есть там углерод и какие-то силикаты, да? Вот такой состав химически углистых хондритов. Углистые хондриты, в общем, это наиболее сильно окисленное такое силикатное вещество. Они не содержат металлического железа, содержат силикаты. Они содержат небольшое количество, сравнительно небольшое количество органики, первые проценты, воду до 10% и разного рода, ну, в общем, глинистые минералы. Их в геологии называют филосиликаты, гидросиликаты, в общем, это некие, так сказать, глинистые минералы. И, в принципе, это, так сказать, тоже вещество, которое могло быть и переносчиком жизни, потому что, когда говорят о возникновении жизни на Земле, обязательно предполагают наличие, ну, какого-то каркасного материала, вот, типа циолитов, типа глин, которые могли бы, вот, способствовать самоорганизации вещества. Ну, и если я упомянул, так сказать... Благодаря адсорбции, да, на поверхности этих циолитов могли спокойненько так идти какие-то химические реакции, в результате которых возникли вот сложные органические молекулы. Вот такая вот гипотеза сейчас на данный момент, да? Не просто сложные органические молекулы, а биоорганические молекулы, то есть, вот, просто сложная органическая молекула, она, это еще не есть, так сказать, жизнь. Ну, я вот так вот, ну, вот издалека как-то стесняюсь. И поэтому, вот, значит, если этот, как-то рисунок этого не видно, но вот первые люди на Луне, которые вот здесь мы показывали, они, конечно, совершили подвиг и привезли очень большое количество вещества. Вот, вот первый геолог Харрисон Шмидт на Луне, Аполлон 17-й. Суммарно, американские исследователи привезли что-то несколько, первые сотни килограмм лунного грунта. Но все равно загадка, загадка, так сказать, с Луной остается, мы ее каждый день видим, когда Луна существует на небе. Но есть вообще очень, так сказать, интересная проблема происхождения Луны и Земли. Вот нельзя говорить просто Луна, нельзя говорить просто Земля. Вот сейчас принято говорить система Земля-Луна. И вот, ну, как устроена Земля, более-менее понятно. Ее можно исследовать, есть такая наука сейсмология, есть масса других методов. А Луну, конечно, исследовать гораздо сложнее. У нас есть образцы лунного грунта, есть... Сейсмические исследования на Луне тоже проводились? Сейсмические исследования на Луне, но они проводились на Аполлоновской, вот, стояла сейсмическая сеть из четырех станций, и по тем временам были... Она работала 8 лет, 69-го года, вот, в течение 8 лет. Были получены совершенно уникальные данные, зарегистрировано 12 тысяч сейсмических событий. Что это значит? То есть 12 тысяч лунотрясений. Так мы обычно говорим, землетрясения, но тут вот надо будет лунотрясения. Но они все очень слабые, в отличие от земных, они очень слабые, поэтому сигнал от этих лунотрясений тоже довольно слабый. И расшифровка этих сейсмограмм, поэтому крайне затруднительно. Поэтому вот помимо проекта Фобос Грунт, вот Российская Академия Наук и наш институт в лице его директора, академика Галимова, предложил вернуться к изучению Луны. И на 2012 год намечен полет к Луне. Это, в общем, как бы федеральная программа. Я не уверен, что она точно будет осуществлена в 2012 году, но вот такая строка существует. И программа достаточно амбициозная. Ну, во-первых, предполагается оснастить лунные модули соответствующими сейсмическими датчиками. С тем, чтобы узнать внутреннее строение поточнее и ответить на вопрос о размерах лунного ядра, является ли оно твердым или жидким. В Земле два ядра. Одно жидкое, большое очень, а другое внутреннее, твердое. То есть внутри жидкого ядра есть твердое? Внутри жидкого есть твердое. И это создает магнитное поле. Не буду вдаваться в подробности, как это происходит. Но если бы не было магнитного поля, у Земли не было бы и жизни. Потому что магнитное поле экранирует разного рода космическое излучение и создает, ну, как бы барьер. Иначе бы, так сказать, космические лучи, они просто бы не позволили возникнуть жизни на Земле. Поэтому вот это чрезвычайно важно. На Луне, конечно, жизни нет. Это холодное, в общем, мёртвое в геологическом и тектоническом отношении тело. Но всё равно интересно, было ли у неё магнитное поле, потому что сейчас оно очень слабое. Вот это такая, значит, сталь. Очень слабое, значит, всё-таки есть. Оно остаточное. То есть, когда-то ядро было жидким. И породы намагнитились. Потом ядро остыло. Полностью оно остыло или нет, нам неизвестно, нам неведомо. Поэтому вот это... Отвердело, в смысле? Да, закристаллизовалось. И вот, я так понимаю, тоже в Земле от центра ядра жидкого начинается идти кристаллизация, да? Судя по тому, как Вы сказали, что в большом жидком ядре есть маленькое, относительно маленькое твёрдое. Твёрдое ядро, да. Это твёрдое ядро, видим, постепенно растёт. Оно постепенно растёт, да. Оно растёт, наверное, с очень малой скоростью. Но действительно происходит кристаллизация, которая создаёт, собственно, магнитное поле. Идея есть, когда эта кристаллизация там началась? Сколько сотен миллионов лет тому назад? Или с самого начала? Думаю, что на этот вопрос ответить невозможно. Мы здесь, конечно, уже будем вдаваться, так сказать, в область гипотез. Ну, интерполяция, я бы сказал. Если есть мнение по поводу скорости роста ядра, то можно его... Ну, предполагается, что Земля образовалась где-то за первые, так сказать, за первые, грубо, десяток миллионов лет. Миллиардов лет. Миллионов. А, первые 10 миллионов лет жизни, в смысле Земли. Да. То есть, вот Земля как... Если взять за нулевую точку отсчёта рождения Солнечной системы, да, то через миллион лет образуются там какие-то первые, ну, типа метеоритов, да, вот такие, разного рода, так сказать, небольшие и большие зародов. У меня здесь есть такое маленькое вот сомнение, я хочу, чтобы вы его сняли, ладно? Если удастся. Значит, откуда появилось вещество, из которого сформировалась Солнечная система? Обычно говорят, так, это вещество накопленное в ходе термоядерного синтеза в какой-то сверхновой звезде, которая когда-то взорвалась, да? И вот оно разбросало нам тут углерод, водород, азот, и даже более тяжёлые там вплоть до золота, урана, да, элементы. Правильно? Вот. Значит, это что было? Это плазма была. Значит, когда плазма охлаждалась, должно было, что было? Должно получиться такое в космосе, в вакууме. Должно было получиться, вот не хочу, не могу сказать аэрозоль, потому что воздуха нет, да, но некий такой, так сказать, вакуумный золь, что ли, да, маленькие кластеры частиц, пылинки, да? Ну, так это принято называть. Это было газопылевое облако. Да. Только это не плазма, оно было холодное. Вот оно потом холодное стало, а вот у нас в руках вот эти метеориты, вот на Землю упали, они имеют структуру, понимаете, есть прожилки железа, и железокаменные метеориты, да, есть железные метеориты, где там огромные кристаллы чуть ли не метровых размеров, то есть монокристаллы железа, да, вот. Вот было холодное газопылевое облако, их сейчас наблюдательная астрономия насчитывает уже, там, не знаю, сотни. Много, так. В других галактиках, в других звёздных системах. Холодное газопылевое. Холодное газопылевое облако. Замечательно. Оно, ну, как-то, так сказать, живёт спокойно своей жизнью, и, в общем, особо ничего с ним не происходит. Так же, видимо, оно и жило вот 4,5 миллиарда лет назад вот здесь. Так. Потом, действительно, считается, что произошла некая, значит, вспышка сверхновой где-то. Угу. Пошла ударная волна, облако стало разогреваться, потом оно стало охлаждаться, началась его конденсация. Началась конденсация из газа. Известно, последовательно. Вот это всё более-менее хорошо известно. А, вот тут-то и сконденсировались нам все эти метеоритики. Пошли, да, образование пылинок. Сначала совершенно микроскопических пылинок размером, так сказать, ну, в микроны и меньше. Облако вращается, пылинки трутся, а газ сталкиваются друг с другом, слепаются, растут, утяжеляются, опускаются к центральной плоскости диска. Есть некий диск, так сказать, вот, ну, вот они, значит, в центральной плоскости диска опускаются, трутся, растут. И в результате образуется, этот процесс, конечно, очень длительный. Он тоже занимает примерно от, ну, одного до десяти, от до десяти миллионов лет вот образование пылинок самого разного размера. Ну, в принципе, это по геологическим понятиям очень быстро. Конечно, конечно. И в конце концов, ну, скажем так, за грубо, опять же, десять, может быть, больше миллионов лет образуется зародовавшая планет. Эмбрионы таких вот крупных уже планет, они сталкиваются друг с другом. Это очень такой хаотический, катастрофический процесс. Когда сталкиваются мелкие пылинки, они могут слепаться. Но когда сталкиваются тела лунного размера, астероидного размера, это приводит, конечно, к катастрофе. Происходит разрушение этих тел, очень высокие температуры, происходит разрушение. Маленькое тело потом падает на большее тело, маленькое тело испарилось в результате разрушения. Большое тело осталось, к своей гравитации оно ловит это, так сказать, оставшееся вещество. Конденсируется. Конденсируется. И, в принципе, образуются металлические ядра в жидком, может быть, даже в жидком состоянии, потому что, по, опять же, имеющимся данным, астероиды имеют ядра. Есть такой астероид Веста, у него очень высокая плотность, выше, чем лунная. Ну, Веста – это всё-таки что-то среднее между планеткой и астероидом. Астероид – это всё-таки обломок такой. Веста – это всё на всего 500 километров. Но уже кругленькая она. Да, конечно, потому что она много раз соударялась, но она всё равно не совсем круглая. Это не шар. Ну, Луна – грубо шар. Земля тоже грубо шар. Земля тоже грубо шар. А вот Веста всё-таки грубо не шар. Она ещё, так сказать, не превратилась вот в такую строго симметричную форму. То есть, в число планеты её не запишешь. Но в ней есть ядро. Плотность Веста очень высока. То есть, я хочу сказать, что эти тела сталкиваются друг с другом, разрушаются, образуются внутри ядра этих. У зародышей образуются ядра. Зародыши опять сталкиваются друг с другом. Так растёт Земля, так растёт Марс, растёт Венера. Меркурий совершенно особая снательная. В Меркурии железное ядро по массе составляет 60 с чем-то процентов, в то время как в Земле только 30. Маленький Меркурий, который гораздо меньше, нежели Земля, обладает огромным железным ядром. И причина этого тоже непонятна. Почему? Есть разного рода, так сказать, высказывания на этот счёт, но понимания, вообще говоря, нет. То есть, каждая планета... Нет, ну вот в рамках школьной, так сказать, программы это очень понятно. Железо тяжелее всего остального. Тяжелее, значит, она будет внизу, внизу. Меркурий где? Ближе к Солнцу, ближе к Солнцу. Значит, там железо больше, а вот там, где Юпитер, там меньше вообще твёрдого материала. Там вот Юпитер вроде как газообразная планета у нас считается. Юпитер-то планета считается, да, газообразная. Но в центре Юпитера есть ядро, которое по массе составляет там, грубо там, десятки масс Земли. То есть, там в Юпитере есть всё. Потому что то, что не вошло в виде конденсатов планеты земной группы, было выметено на периферию вместе с остатками газа и вошло в состав планет-гигантов. Выметено с, так называемым, солнечным ветром. С солнечным ветром, да. А вот вы сказали, как вы сказали, геология космической системы и биология космической системы. Я помню, даже в 50-е годы была такая наука, астроботаника. Была астроботаника. Был такой человек, корреспондент Тихов, который предполагал, да, что на Марсе растут леса. Нет, он там не леса, а типа как тундра. Я его книжки тогда читал. Ну, в общем, есть растительность, да. И для всех был большим сюрпризом, когда первые фотографии вот с марсианских зондов не подтвердили существование каналов. Вот как-то вот, почему в них верили долго в каналы, это непонятно теперь, честно говоря. Хотелось верить. Хотелось верить. Ну, вот несколько слов об астробиологии и проектах. Но предварительно, вот, значит, я закончу, как бы. То есть, человечество изучало планеты земной группы, изучало астероиды, как могло. Вот, начиная с конца 20-го, начала 21-го века, человечество стало изучать планеты внешней части Солнечной системы. Сначала была миссия Галилео, которая изучала Юпитер и спутники, Галилеевы спутники Юпитера. Сейчас вокруг Сатурна и его спутников летает орбитальный аппарат Кассини, который изучает систему Сатурна. Конечно, и самый интересный спутник, может быть, Солнечной системы Титан. Титан единственный спутник, который обладает атмосферой. Земля обладает атмосферой, Земля большая. Венера обладает атмосферой, Венера тоже большая. Титан маленький, он типа Луны. Луна не удержала атмосферу, а Титан имеет атмосферу более мощную, чем Земля. У нас атмосфера, одна атмосфера, у Титана давление 1,5 атмосферы. Полторы атмосферы. Полторы атмосферы. Поэтому как, значит, и почему, и что это за атмосфера, это крайне интересно, так сказать, и с точки зрения происхождения жизни, я вернусь к астробиологии. То есть это сейчас. Американцы приняли решение вновь сделать аппарат, который полетит на Европу, спутник Юпитера, на котором, предположительно, существует огромный водный океан. Толщина которого может составлять порядка 100 километров. Этот океан покрыт ледяной корой. Толщина коры неизвестна, но предполагается, что под ледяной корой может существовать океан и жизнь. Тоже такой же амбициозный проект существует и в России. Все это отнесено примерно в 2020 год и дальше. Но тоже планируется послать орбитальный аппарат на Европу. Возможно, будет спускаемый аппарат, который, будучи оснащен соответствующими приборами, и взяв мазок, зачерпнув мазок или забурив грунт, может проанализировать его на наличие жизни. То есть астробиология – это такая как бы наука будущего. То есть в принципе в этом океане можно подвергать существование анаэробных форм жизни, да? Которые без воздуха могут жить. Могут, и такие есть примеры в Тихом, в нашем океане. Но на Земле такие есть примеры. То есть всех интересует принципиально. Все это делается ради чего? Не ради того, чтобы тратить деньги налогоплательщикам, а ради того, чтобы понять, уникальны мы. Уникальны мы. То есть фактически такой вопрос почти философский. Не как люди, а как возникновение жизни. Или это процесс совершенно случайный, не поддающийся, так сказать, воспроизведению в других мирах. Вот если, значит, соединить науку и, как бы, значит, некоторые проблемы истории религии, вот Галилео в свое время, значит, обвинили в разного рога грехах и предали его анафеме, да? Где-то порядка 20 лет тому назад папа Иоанн Павел II издал свою энциклику, где, значит, с Галилео было снето обвинение. А вот Джордана Брона ведь церковь до сих пор не реабилитировала. Вот, Борис Сергеевич, вот как интересно. Ну, у него там какие-то свои религиозные были расхождения-то, он был... Нет, он, Джордана... По нашей части он только чуть-чуть как-то так коснулся. Так сказать, еретик Джордана Брунов считал, что... Что говорит Библия? Что Господь создал землю, жизнь. Джордана Брунов предполагал, что жизнь существует, ну, вообще говоря, и... Везде. В других системах. И вот это еретическая мысль. Понимаете, это глубоко еретическая мысль. Спасибо большое, Олег Львович, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам большое. И публике нашей спасибо большое за внимание. Всех благ, удачи, до свидания.